КОНЕЦ 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 Вот такая картина получается, Фёдор Кузьмич. В общем, глухарь. Надо помочь как-то. Разрешите, я пойду к ребятам в отделение? Мы там проанализируем данные. Всё-таки вторая кража. Пусть ведут всё сами, а мы возьмём под контроль. У тебя в самого дел не в проворот. Извини. Да, я слушаю. Так. Понятно. Адрес. Снова кража. Ясно. В гостинице, но уже в другой, но в том же районе и кажется тем же способом. Неужели тот же самый, Фёдор Кузьмич? Похоже, что тот же самый. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В какие часы он появляется? Примерно с двух до трех. Костюм один и тот же? Один и тот же. Руки какие? Руки. На пальцах кольца есть? Не спросили мы о руках, Федор Кузьмич. Проси у Татьяны той, она, наверное, обратила внимание. Ну что ж, ребята, давайте соображать. Дело-то оборачивается серьезно. Гуси этого надо брать быстрее. Для начала должен сообщить. Ты, Лосев, с сегодняшнего дня будешь заниматься только этим делом. КОНЕЦ Ну как, ты знаешь? Это вы о чем? А, так значит, не знаешь. Так вот, вчера перед закрытием в комиссионный магазин на Полянке было сдано для продажи платья той самой артистки. Понял? Понял. Сдала какая-то женщина по чужому паспорту, краденому. Дежурный еще вчера организовал проверку, приметы той женщины имеются. В общем, на, читай. Так, понятно. Дай, подожди. Это все? Да. Все, что выдала машину, по вашему запросу. Вы просто молодец. Я у тебя в долгу. КОНЕЦ Игорь, поди сюда. Пойди, поди. Гарем собирай. Гарем, гарем. В долю возьмешь? Погоди, надо посоветоваться. Вот тебе словесный портрет. Выбери по нему кого-нибудь из этих женщин. Ну, выбери, выбери. Привлекательные наружности, среднего роста, волосы русые, глаза серые. Ну, это довольно-таки сложно. А? Давай, давай. Ищи, инспектор. Вот это. Я тоже думаю, что это. Знакома она мне. Полгода назад проходила по делу своего бывшего мужа. Работает экспедитором на трикотажной фабрике. Может, ты с ней в цвет и попал. Может, и попал. Глотова Варвара Алексеевна. Ну, это. Глотова Варвара Алексеевна. Субтитры создавал DimaTorzok. Глотова Африк. Глотова Варвара Алексеевна. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вы, наверное, новый жилец? Да. Не можете открыть? Да вот не могу. Разрешите? Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста. 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 КОНЕЦ 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 Вот эта женщина. Вы не ошибаетесь? Нет, нет, это именно она. Вот. А вы уверены, Вартан Хачатурович? Во всяком случае, из всех, кого вы мне показали, вот ее я видел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Натал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что ж в дом-то не пускаете? Так, незваный гость. Заходите, коль пришли. Заходите, проходите. С чем пожаловали? Толик, дай человеку стул, вон тот. Толик, дай человеку стул, вон тот. Присаживайтесь. Ну, так с чем пожаловали? Да вот, шел мимо, дай, думаю, зайду. Проведаю, как живете. Хороша Маша, да не ваша. А ты кто такой-то? Знакомый? Учти, я и не таких отваживал. Да ладно, сиди уж, но говоришь тут на себя. Ну-ка ты, проваливай отсюда. Ну, а что мне-то проваливать? Кто первый пришел, тут пусть первый и проваливает, я так понимаю? Хи-хи-хи. На! А ну, встань! Хи-хи-хи. Сейчас этот фрейр будет плакать. Ха-ха. Перестань, дурак! А ну, проваливай отсюда, понял? Ладно. Скажите, Варя, чье платье вы вчера сдали в комиссионку? Я? Да вы! Кто вам его дал? Откуда у вас чужой паспорт? Где вы познакомились с этим человеком? Рассказывайте, Варя, для вас сейчас самое лучшее все рассказать. Да ничего мне рассказывать! Дура! Заработать хотела? Вот и все! Нет, не все! Кто этот человек? А я знаю! Встретились! Как встретились? В метро за мной ввязался. Вчера в кафе пригласил. Обратно домой на такси привез. Прекрасно! Как его зовут? Михаил Семенович. А пишите мне его. Ну, средних лет. Худощавый такой. И волосы с сединой прямые такие. Ясно. А о себе он что-нибудь рассказывал? Да известно, что рассказывал. Одинокий, мол. Подруги жизни у него нет. Женской ласки не видит. Да что вы все в таких случаях говорите? Не знаете разве. В котором часу он вас отвез домой? Не поздно, около десяти. А в каком кафе вы с ним были? Не помню. На Кутузском проспекте, возле тоннеля, такой большой стеклянный. Скажите, Варя, а вы номера такси случайно или парка такси не помните? Откуда? А водителя? Водителя помню. Молодой, в черной куртке, кожаной и в очках. В очках. А вот когда мы еще садились, он сказал, что далеко не повезет, потому что время у него заканчивается. Скажите, когда этот Михаил Семенович вам платье передал? Позавчера. Сказал, что платье? Сказал, что сестра из другого города прислала. Просил продать. Пятьдесят рублей обещал. Понятно. Скажите, а как же он деньги за платье должен получить? Позвонить обещал. Куда? На работу, куда же. Понятно, Варя. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что платье это краденое, что ваш Михаил Семенович вор, обыкновенный вор, и в ваших же интересах, чтобы мы сдержали его с вашей помощью. Позвоните. Понимаю. Смотрите, Варя не подведите. Товарищи дежурные, ожидайте, ожидайте, будет передана информация. Ожидайте, будет передана информация. Искали, Григорий Иванович? Где ты пропадал? Тут тебя обыскались. Опергруппа давно выехала. С ними Федор Кузьмич. А куда они поехали? Убийство в гостинице. Убийство в гостинице? Да, да, убийство. Номер состоит из трех комнат. Шпанье, кабинет, костяная. Слева от входной двери. В полутора метрах. В полутора метрах стоит холодильник марки АК. Где ты был? Понимаете, Федор Кузьмич? Ладно. Доложишь потом. А сейчас включайся. Денисов, обрисуйте вам вкратце картину. В кабинете все ящики письменного стола выдвинуты. Что это с Кузьмичем? Значит так, было это так. Этот тип появился как обычно. Днем. Действовало по привычной схеме. А наши ориентировки? В течение трех недель работники гостиницы забыли о нашем предупреждении. Ясно, ясно, ясно. А примет этого типа тем более. Теперь слушай дальше. Это было около четырех часов. Да, четыре часа, очевидно, было уже. А вы не помните, когда появилась одна настоящая жена? По результатам осмотра оперативной группы, место происшествия располагается в спальне. В спальне обнаружена потерпевшая, которая находилась под кроватью. Повреждения располагаются в области головы, характерные для покушения на умышленное убийство. Когда горничная начинает убирать номер, она обнаруживает тело женщины, поднимает крик, естественно, сбегаются люди, вызывают милицию, то есть нас. Повреждения располагаются. Вот и все. Вот что, ребята. Надо найти этого жильца, который уехал. Преступник, очевидно, украл у него что-то. Этот жилец Николов, откуда он? Из Пензы. Надо дать поручение в Пензу. Пусть допросит. Скdriving мграция. Послушай, Глосиб. Как ты посмел отправится к этой самой Варваре? Не доложив, не получив разрешения. Не обдумав все, в конце концов. Это ведь не только служебный проступок. Федор Кузьмич, ну я хотел сначала... Помолчи. И драку по существу спровоцировал ты. Ну не хотел никакой драки, Федор Кузьмич. Я хотел, чтобы он ушел. Не нужно было с ней поговорить наедине. А он уходить явно не собирался. Глупости, ты знал, с кем ты связался. Так он тебе просто и ушел. Как же? Эта драка нам еще аукнется. Запомнил, Осин? Да понятно, понятно. Придется дать тебе взыскание. Чтоб было уже совсем понятно. Чтоб ты не забыл, что понятно. Ну а то, что... Ты вышел на эту Варвару, это хорошо. Что хорошо, то хорошо. Ну тогда объявите благодарность, Федор Кузьмич. Ну для равновесия. Постараюсь, если будет случай. Значит так, Лосев. Завтра попытайтесь разыскать этот таксиста. Может он помнит, куда он отвез этого. Как его? Михаил Семенович. Вот. С утра. Займись. 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 КОНЕЦ 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 Отворот-поворот, и он сразу поехал в центр. И там вышел? Нет, он поехал на Комсомольскую, и там уже у метро вышел. Получено сообщение из Пензы. Сработал наш фоторобот. Один работник розыска узнал этого гуся, оказывается, давно, лет 10 тому назад. Он арестовывал его за квартирную кражу в этом городе. Он не только вспомнил, но и поднял его дело и дал по нему справку. И даже приложил его подлинную фотографию. Ну, Лосев, прошу. Так, фамилия его Мушанский. Георгий Филиппович, год рождения 1938-й. Так кто же тогда живет на Плющихе? Сообщник. Валь, не сходи с ума, он работает один, это ясно. Какой-нибудь старый приятель, у которого он хотел остановиться, переночевать, но позвонив в последний момент, передумал. Вот это возможно, это возможно. И такой приятель явно праведной жизнью не отличается. Просто элементарный скупщик Краденова, которому Мушанский... Молодец, Авдеенко, вот ты молодец. Вот на этих двух версиях мы и остановимся. Вот что. Есть одна очень любопытная и интересная личность. Удыш Семен Парфентич. Старый мужской портной работает в ателье, на дому шьет и, кажется, перешивает. Вот это интересно. Он одинокий? Женат. Живет в отдельной квартире. Мы поработали вокруг нее, но ничего существенного выяснить не удалось. А внешность у этого старика, как у английского лорда? Да, да. А что вы можете сказать о жене? Жену его Элеонорой Михайловной зовут. Работает в меховом ателье. Очень эффектная дамочка. Разъезжает в иностранных лимузинах. А документы на машины? Все в порядке проверяли. А что касается круга знакомых? Ну, сами понимаете. Обширный. Безусловно, объект интересный, только не знаю, следует ли на нем задерживаться. Следует, Валя, следует. Надо только выяснить, бывает здесь Мушанский или нет. Вот только как это установить? А Элеонора Михайловна, между прочим, очень соблазнительная дамочка. Ну и что? Ну, как что? Каждый, небось, хочет с ней познакомиться. И ты тоже? Ну, а почему бы нет? Нет, уж ты не герой ее романа. Вот если бы Виталий, вот это да. Но она, по-моему, не такая дура, как ты думаешь, Валя. Ну, и ты тоже не дурак. Ну, спасибо, Авденко, уважил. Ну, вот что, идея плодотворная. Сейчас бы с 15.3, меховое ателье закрывается в 5. Надо попробовать. Как, Виталий, а? Да я, в принципе, за. Элеонор Михайловн, это пока единственное звено, за которое мы можем потянуть. Чем же дело-то? Ну, все уже уговорил. Звоню начальству, прошу разрешения. Страхуешься. Ну, ты же знаешь, я уже однажды погорел на личной инициативе. КОНЕЦ 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 Ну, не уговаривай, это просто не мое, понимаешь? Может, у вас надо слово? Да, я вас слушаю. Семен Парфентьич просил вам кое-что передать. Ну, что ж, я вас оставлю на минутку. Элеонора Михайловна, простите с моими друзьями, нам надо поговорить. А в чем дело? Открылось одно очень серьезное обстоятельство. Даже если хотите, таинственное. А кто вы такой интересный? Ну, я вам все расскажу. И даже кое о чем признаюсь. Но только не здесь. А где? Ну, где хотите. Ну, лишь бы можно было спокойно поговорить. А вас действительно прислал Семен Парфентьич? Ну, как вам сказать? Отчасти да. Ой, вы что-то хитрите. И, наверное, не очень удачно. Посмотрим. Садитесь. Ничего не получится сегодня. До завтра, пока. Пока, пока. Я не могу назвать вам его имени. Почему? Ну, во-первых, я обещала. Во-вторых, вы его очень хорошо знаете. Ну, тем более. Не могу, Эллочка. Ну, ей-богу, не могу. Ну, разве что, показать вам его. То есть, как это показать? Ну, назвать вам его я не могу. Но показать мне его вам никто не запрещает. Фотографию. Правда ведь? Ну, положительно хитрец, Виталий. Ну, показывайте свою фотографию. Ну, показывайте, показывайте. Давайте, давайте. Откуда она у вас? Вы посмотрите на обороте. Помни меня, как я. Тебя куда бы ни забросила коварная судьба. Боже. Как это на него похоже. Но это не его подпись. Ну, Эллочка. Но обратите внимание на дату. А при чем здесь дата? Неужели не догадываетесь? Понятия не имею. Совсем? Абсолютно. Дело в том, что тогда у него была другая фамилия. Вернее, сейчас у него другая фамилия. Видите, я все-таки проговорился. Скажите, а... Что вот Кротков? Это не настоящая его фамилия? Сейчас. Настоящая. А когда вы видели его в последний раз? Кого, Жору? Ну, конечно, Жору. Сейчас вспомню. Откуда вы знаете Семена Парфенча? Эллочка, людям надо хоть немного, но доверять. Только по рассказам Жоры. Зачем вы его ищете? Он назначил мне встречу. Серьезную. И не пришел. Может быть, что-то произошло? Ну, в любом случае, Эллочка, Жора не должен знать о нашей встрече. Боже, какая таинственность. Но пока что-то знаем только мы. Это наш козырь. К чему же играть в поддавки, правда? Я в поддавки? Я никогда не играю в поддавки. Ни с кем. Мы все-таки должны еще раз встретиться. Ну, если вы очень захотите. А теперь мне пора. О, Эллочка, вы же за рулем. К чему вам лишние неприятности? Вы очень внимательны, Виталий. Даже слишком. То, что она познала Мушанского, это большое дело. Ну, где гарантия, что она не расскажет ему о встрече с тобой? Это верно. Да. Все-таки ситуация создалась весьма сложная. Весьма сложная. И мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Ну, что у тебя? Ну, в двух эпизодах в Ленинграде и в трех эпизодах в Харькове по приметам проходит Мушанский. Значит, версия подтверждается. Так что мы имеем дело с гастролером. Так вот почему он поехал на Комсомольскую. Торопился на Ленинградский вокзал. Верно, верно, ребята. Его нельзя упустить. Он уже звереть начал. Он уже на убийство пошел. Надо срочно предупредить Варвару. Не откладывай. Он может появиться в любой момент. Возьмите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Варя! Кто это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я, Виталий? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой еще Виталий? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жду вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой еще Виталий? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Варя! Кричать буду. Варя, перестаньте. Перестаньте, Варя, пойдемте домой. Ай, все равно. Пошли ко мне. Здесь холодно. Что вы делаете? Ты меня согреешь. Ой, холодно у меня. Варя, пойдемте. Холодно. Холодно. Эх... Ах... Эх... 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 КОНЕЦ 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 Доброе утро. С утра пораньше? Чего так приспичило? Поговорить надо. Боялся, что потом уйдёте куда-нибудь. Ну ладно, чай со мной пить будете? Буду. Понятно. Проходите. Вы плохо выглядите? Спала плохо. Вы без сахара пьёте? Без. Вы ничего не хотите мне рассказать? С чего вы взяли? Да так. Показалось. Нечего мне вам рассказывать. Жаль. Ну что вам надо? Что вы всё вынюхиваете, да высматриваете. Ну что? Простите. Нет, я вам всё-таки скажу, чего я хочу и чего я вынюхиваю. Я хочу, чтобы вы прежде всего видели во мне друга. Это прежде всего. Я хочу помочь вам, понимаете? А уж потом, если вы захотите, то поможете мне. Если захотите. А вынюхиваю я. Ну не так я сказала. Что вы к словам-то привязываетесь? Варя, поймите. Дело не в словах. А вынюхиваю я того человека, который... Что с вами, Варя? Варя, успокойтесь, но нельзя же так. Давайте поговорим. С кем вы были вчера? Кто вас вчера напоил? Шпионьте, значит. Отвечайте, Варя. Не отвечу. Не заставите, понятно вам? Он же меня убьёт. Я сказала, что убьёт. Успокойтесь, Варя. Я вас прошу, успокойтесь. Ну возьмите себя в руки. Он и правда убьёт. Я знаю. Кто? Кто? Он. Значит, Михаил Семёнович снова в Москве. Когда вы предложили с ним встретиться? Ой, почём? Я знаю. По мне бы провалился бы он, и все бы вы вместе взятые провалились. Да ведь я и хочу вам помочь избавиться от него. Да вот вы сами не хотите Варе. Это я-то не хочу. Варе требуется только одно. Выполнить наш уговор. Позвоните. Да? А если он сам сюда заявится? Седьмой, седьмой. Я девятый. Проверка связи. Проверка связи. Оооо! Проверка связи. Урон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это Лосев. Мы едем вместе. Я ее брат. Раз такое дело, брать будем по твоему сигналу. Учти. Поезжай, наш уже там. Да, мы передадим им по рации. А кто возглавляет группу? От Каленко. Ну, тогда я спокоен. Каленко. Он приехал. С ним женщина, которая меня знает. Она привезла его на своей машине. Я отойду. Ладно. А ты скажи, что должно дождаться брата. Как только она уедет, я появлюсь. Хорошо, иди. Вот, это она. Ну, что, поехали? Не могу. Сначала я должна брата дождаться. Ключ ему передать. А что, у вас остановился? Ну, всего прожил два дня. Сегодня решил перейти к товарищу. Нам надо пропиться. Я знаю. Да, я же вас не познакомил. Это Варя. А это Нина. Жена моего хорошего друга. Она сейчас отвезет нас куда надо. Правда, Ниночка? Ну, если Варин брат не очень задержится. Ты же знаешь. Что случилось? Мушанский приехал с Элеонорой. Это плохо. На всякий случай я брат Варвары. Мы так договорились с ней. Что предлагаешь? Придется подождать. Ждать не будем. Стой здесь, я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы... сестра Олега? Я. А что случилось? Ключ нужен. Какой? Ну, а вы обещали Олегу ключ от квартиры? Ну. А, обещала. А дальше-то что? Понимаете, он меня послал. Хм. И еще чего. Сам-то он где? Понимаете, встретились у приятеля. Выпили чуток, посидели. Он требует ключ. Я ему дам ключ. Я вот матери его напишу, а потом жене. Свалился тут, понимаешь ли, на мою голову. Я его в раз к себе доставлю. Вот только это, от приятеля вытащить. Помогите, а? А я-то чем могу помочь? Ну, а где живет этот ваш приятель? Да вот тут на Арбате, ну. Ладно. Выволочим этого братца. А потом вы на такси отвезете его к себе. Договорите? Во-во, точно, точно. Вещи-то заберем, а потом куклу. Поехали, есть вторая машина. Не сюда. Понял. Субтитры создавал DimaTorzok Ого, появился мой знакомый. Кто такой? Тот, кто разыскивал тебя. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Говорил, что ты с ним хорошо знаком. Так это он? Виталий! Тот, кто разыскивал тебя. Привет. Подожди. Готов. Трудяги. Привет, трудяги. Жди гостей. Жди гостей. После? После. После цифры, вероятно, 18. Ага, 18-й этап. С этой сволочью. С, вероятно, сволочью. Будем кончать. Будем кончать. Соберутся. Соберутся. Все. Все. Хочу предупредить. Кроме протокола, запись ведет магнитофон. Техническая революция. И у вас тоже, оказывается. Я поздравляю. Техника нам очень помогает. Вы в этом скоро убедитесь. Для начала назовите вашу фамилию, имя. Кратков. Георгий. Не надо. Не надо все семь фамилий. Для начала достаточно первой девичьей. А все семь вас не интересуют? Не интересуют, нет. Вас надо судить под настоящей фамилией. И, надеюсь, в последний раз. Ну, почему же в последний? Ну, я так надеюсь. А почему вы так надеетесь? Ну, вот почему, я вас спрашиваю. Извините, спрашиваю здесь я. Таков порядок в нашем разговоре. Только я. А вы отвечаете, и желательно, правду. Врать не рекомендую. Итак, ваша настоящая фамилия? Извольте. Мушанский. Георгий Филиппович. Вот. Вот это уже другое дело. Это уже другое дело. Ну, так. Ну, где вы работали, где учились, сест, мать, все это вы потом. Расскажите следователю. Пойдем дальше. Так, значит, вы артистом стали. А ваша первая кража, где, у кого? В Пензе. У главного режиссера театра. Редкая скотина был, доложу и о вам, и бездарен, к тому же. Чудовищно. Это, между нами говоря, в большинстве театров так. Бездари, карьеристы прут вверх. А настоящий, подлинный талант. Он же беззащитен. Его топчут. Его мнут. Я не мог этого вынести. Я их всех презирал. Ненавидел. И страдал. Ммм. Как я страдал. Если бы кто-нибудь, когда-нибудь на свете... Ну, это потом. Насчет страданий потом. А сейчас мы займемся вашими преступлениями. Причем не старыми, а последними. Кстати, раньше вы между отсидками продолжали работать в театре. И знатоки могли прикоснуться к вашему искусству. Теперь бросили почему? А я убедился в людской зависти и злобе. Вот если бы хоть где-нибудь меня оценили, ну, хоть где-нибудь, но нет. И мой талант погибал. В отчаянной, неравной борьбе. Вам не понять душу артиста. Ну, почему же нам не понять? Нам приходится понимать разные души. Поймем и вашу. Вы знаете, приходится встречать людей случайно опустившихся, заблудившихся и совершенно озверевших. Вот никто из них мне не сказал, но по правде, конечно, что он доволен, что ему другой жизни не надо. Всем им плохо. Всем. Какой бы дерзостью, они не прикрывались. Нет, есть еще эти, как сказать, амебы. Так, так интересно в них разбираться. Они такие примитивные. Ну, захотел напиться, напился. Захотел отня, тетнял. Захотел порезать, порезал. А может и убить. Кого и дело. Нет, мы понимаем, вы артист, талант, легко ранимый. Вы ходите на сцене, творите, а он из зала. Не верю. Обидно. Конечно, обидно. Очень обидно. Ну, довольно о театре, о таланте. Сейчас будет вопрос совсем иного порядка. Раньше вы занимались квартирными кражами, так? Допустим. А теперь перешли на кражи в гостиницах. Почему вы это сделали? Я? Это вы меня с кем-то путаете? Разве что с Жорой Кротковым. Ой, неостроумно. А остроумно отрицать то, что мы уже знаем? Вы же должны были это давно понять. Я ничего не желаю понимать, я повторяю. Вы меня с кем-то путаете. Нет, ни с кем мы вас не путаем. Вас опознают работники московских гостиниц, где вы появлялись. У вас очень запоминающаяся артистическая внешность и преступления у вас очень запоминающиеся, особенно последние. Вот у вас уже пистолет появился. Толпа. Толпа может довести личность до крайних мер самозащиты, и тогда личность берется за оружие. Это вам понятно? Но если каждая личность будет хвататься за оружие, что же тогда получится? Ну, я же не о каждой личности говорю. Я говорю о личности с большой буквы. Ушанский, вы не личность большой буквы. Вы вор. Обыкновенный вор. А слово вор никогда не писалось с большой буквы. Вы признаете четыре кражи по Москве? Три. Вы признаете четыре кражи по Москве? Три. Слушайте, Мушанский, но вы же были в этой самой четвертой гостинице Минск. Ведь вас же узнали. И вас запомнили. что вы взяли в гостинице Минск? Ничего не взял. Ничего. Значит, вошли, испугались и ничего не взяв убежали как заяц. Так? Я испугался? Тогда почему же вы ничего не взяли? Почему не взял? Ничего не оказалось у этого господина, как ни странно. Как ни странно? Значит, вы ожидали, что там будет что-то другое и много? Мне обещали другое. Ой, пардон, я запамятовал. Две вещички я там все-таки прихватил. Две весьма миленькие кофточки. И? И скинул Эллочке. Кофточки заграничные? Представьте себе наши. Умеем делать, когда хотим. другое. кто вам обещал другое? А, в конце концов, какой стать я буду ее покрывать, когда она вот так предательски со мной. Да, у меня в этом деле был сообщник. Почему же вы не записываете? Запишем, запишем. Да, уж придется. Хотя этого записывать вам и не захочется. Потому что сообщником и помощником моим была Варя Глотова. Вы что? Не хотите вспомнить эту красавицу? Слушайте, Мушанский, вопросы здесь задаю я. Что вам сообщила Варя Глотова об этом гражданине? Глотова сообщила где остановился этот Иван Капитонович Николов. Сказала, что у него много денег и посоветовал мне его навестить. А я его и навестил. Что вы еще знаете об этом гражданине? Нет, пардон, я не собираюсь вам помогать. Ищите, ловите, вам за это платят. А может быть, вы мне тоже заплатите? Тогда извольте, тогда я готов. А сколько дадите? Из личной симпатии к вам могу сделать скидку. Не юродствуйте, Мушанский. Лучше скажите, откуда у вас вот эта записка, которую нашли в вашем пиджаке. И кому вы писали письмо, оттиски которого остались на обратной стороне записки. Вот фотография, снятая в косых лучах и полностью восстанавливающая текст. Вы с ума сошли. Я в жизни этого не писал. И не моя эта записка, не моя. Я просто ума не приложу. Откуда она у меня появилась? А все-таки придется приложить и вспомнить. Вы артист, у вас память хорошая. Ну, откуда у вас эта странная записка? Господи, откуда? Как попала? Как она ко мне попала? Как? Вспомнил. Фу, господи. Ну, конечно, я нашел ее на полу в последнем люксе. Она была под кофточками, упала на пол. Я ее поднял. Как раз в это время, кажется, постучали. И, наверное, машинальное сунул я к себе в карман. Ну, конечно же. Значит, это записка Николова. Именно Николова. Это легко проверить. Николов заполнял бланк в гостинице, и эксперт сверит его почерк, и почерк в этой записке. Это, пожалуйста, могу дать автограф. Давно, знаете ли, не давал. И, увы, уже, видимо, никогда больше не будете давать. Это почему же? Потому что вы, Мушанский, теперь не просто гостиничный вор. А к четвертой гостинице вы напали на горничную, ударили ее по голове пистолетом, пошли на убийство. Это не убийство. Я не хотел убивать. это просто самозащита, если хотите. Я до сих пор не могу понять, что со мной случилось. Какая-то мутная волна страха захлестнула меня. Нет, конечно, вы можете мне не верить, это ваше дело. но все было именно так. Надо срочно искать Николова. Прошло уже две недели. с момента последней кражи. Я совершенно не понимаю нашего бездействия, Федор Кузьмич. А что Пенза? Николов до сих пор домой не явился. А Пенза ограничилась формальной справкой. Кстати, эксперты подтверждают наше предположение, что записка, найденная у Мушанского, написана рукой Николова. Ивана Капитоновича. Совершенно верно. Надо же что-то в принципе решать. Ну, всякое дело надо решать в принципе. Но время идет, Федор Кузьмич. Я не понимаю, зачем тебе нужен этот Николов? Ведь он ничего не совершил. Да против него дела не возбудишь. Ну, исчез из гостиницы. Ну, не явился вовремя домой. Ну, и что? А криминал в чем? Так записку он что, на деревню дедушкой, что ли, написал? Он нам прежде всего нужен как свидетель по четвертой краже Мушанского. Ну, а записка вернется же он, в конце концов, домой. Да он уже две недели домой не является. хватит. А время-то идет? Идет. Ну, какие будут соображения у тебя от Каленка В общем-то, я согласен с Шохменным, что криминала здесь нет. В то же время надо рассуждать еще. Вот Николов является в гостиницу. Он разговаривает с дежурной, берет у нее ключ, он явно не торопится. Но, когда открывает номер и заходит в него, через некоторое время выскакивает и заявляет, что ему надо срочно улетать. Может быть, он обнаружил кражу и удрал из гостиницы? Да нет, скорее тогда увидел раненую горничную и испугался и исчез. Что ж, невозможно. Лосев, Лосев, послушаем Денисова, он у нас самый рассудительный. Говори. Формальных оснований к розыску у нас, конечно, нет, но есть существенные подозрения. Лосев прав. С другой стороны, Шохмин тоже прав. Хотя все может просто объясниться, даже эта записка. И мы вытащим пустой билет. Значит так, Лосев прав, Шохмин прав, ты прав. Интересно у тебя получается, Денисов. А я думаю, что я тоже прав. Где Николов? Ну, если вы прикажете... Приказать, конечно, можно, выполнить трудно. Вот я возьму тебя и Лосева. Назначу на это дело. С чего начнешь, Лосев? Я traю тебя. Меня п法illy. Я не люблю тебя. Я не куплю тебя. Я не люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Скажите, Варя, человек по фамилии Николов. Вам не знаком? Николов. Не помню. Попробуйте вспомнить. Для меня это очень важно. Он, наверное, ухаживал за вами или пытался во всяком случае. Да мало ли их. Паспартов ведь они мне не предъявляют. Там ведь штаб стоит, а они все люди одинокие. Как вы говорите фамилию его? Николов. Иван Капитоныч. Иван Капитоныч. Да, да. Он был у нас на фабрике. Но вот из какого города приезжал, не помню. Да, Толику он, кстати, тоже не понравился. Но он с ним как-то более вежливо обошелся, чем вы. Он его отозвал в сторонку, они там пошептались немножко. И Толик его, по-моему, даже благодарить стал. А Николов вас куда-нибудь приглашал? Никуда я с ним не пошла. А если честно, Варя? Ну, в ресторане была. Что тут такого? Он рассказывал вам о себе? Ничего не рассказывал. Вина подливал. Да, чувства говорил. Денег у него, между прочим, куры не клюют. Сама видела. А потом он достал коробочку. А в ней браслет. Хороший браслет. Этот браслет у вас? Я любить человека должна. Ну, и как же вы с ним расстались? Так и расстались. Товарищеским приветом. Каждый при своих интересах. Ну, уж, наверное, он телефон или адрес-то оставил. Да, он записал гостиничный телефон. Но я туда не звонила. А вы кому-нибудь рассказывали о вашей встрече? Кому же мне рассказывать? Мушанскому, например. Может быть, и рассказывала. Не помню. Мушанскому, что у вас нет. Ну, что у тебя? Да вот, таблица. Значит так, здесь у меня города, с которыми Николов разговаривал из Москвы. Дальше фамилии абонентов, которые им ответили, номера телефонов, дальше продолжительность разговоров в минутах и число, когда разговаривали. Ну, ты даешь, Валя. Дай-ка поближе посмотреть. Значит, за все эти 11 дней, которые Николов провел в гостинице, он вел переговоры с пятью городами. Ростов, Одесса, Ленинград, Куйбышев и неведомый нам град со странным названием Пуниш. Это районный центр. А вот интересно, с кем он там разговаривал? Почему у тебя здесь не отмечено? Там разговор с неизвестным лицом. На международной станции абонент оказался почему-то не отмеченным, а как это произошло, телефонистки мне не смогли объяснить. Получается, говорят. Ладно, давай разбираться дальше. Значит так, со всеми городами, кроме Одессы, разговор продолжался три минуты. С Одессой семь. Ну, и за счет разговорчивости одесситов. А вот смотри, как интересно. С Пунишем разговор продолжался всего полторы минуты. Причем единственный из пяти был срочным. Я правильно понял? Срочность можно объяснить самыми разными причинами. Безусловно, ясно одно. Разговор этот Николова был очень нужен. Даже самый краткий. Значит так, Валя, во-первых, ты продолжай собирать сведения обо всех этих людях, но больше всего меня сейчас интересует Пуниш. С кем он там мог разговаривать? Это первое. Хорошо. Во-вторых, дай срочно запрос по всем пяти городам, не останавливался ли в какой-либо из их гостиниц Николов Иван Капитонович. Жаль, что ты его сразу не сделал. Но ведь приказа не было. Приказа не было. Ладно, сейчас дам срочные запросы по спецсвязи. Ты знаешь, Валь, у меня все время такое ощущение, что мы двигаемся в темноте и все время наталкиваемся руками на какие-то неизвестные предметы. Пуниш. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Константинович, твой товар, по-моему, тоже проходит пулей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что вы все против таких вот съездов, но сейчас дело очень серьезное, сам я его решить не могу. Уважаемый Олег Иванович, мы до сих пор не получили золотой эквивалент, а сумма вам была оброчена немалая. Самая большая за последнее время. Да-да. И сроки прошли, дорогой мой. Уважаемый Олег Иванович. Уважаемый Олег Иванович. Пора обрабатывать новую партию товара. А вы с нами поэты еще не рассчитались. Ну так что будем делать, Олег Иванович? Да будет вам ваше золото, будет. Вы же сами знаете, дело сложное, непростое. Раз на раз не приходится, придется подождать. Только-то где-то не будет. Ты, советские для меня. Так что, товарищи, согласны мы ждать еще? А что вам еще интересно остается? Я не согласен. И я не согласен. И я не согласен. И я не согласен. И я тоже. Пусть деньги вернет. Деньги. Назад. Вот видите, никто не хочет ждать. А деньги, как я понимаю, вы сейчас вернуть не сможете. Конечно. Они же вложены в дело. Но я же говорю, придется еще подождать. Напрасно. Напрасно, Олег Иванович. Делайте большую ошибку. Ну, на посошок. Не засиживайтесь. Билеты в разных вагонах. Визиты друг другу не делать. Сытой встречей. Звучит. Академия. Продолжение следует. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ш groups Здравствуйте. Вот непосредственный мой начальник. Что случилось? В чем дело? Очень хорошо. Гражданин Пирожков тебе все объяснит. А ты куда? А я пойду. Я сейчас все расскажу. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Не волнуйтесь, спокойней. Я не волнуюсь. Разрешите представиться, старший инспектор уголовного розыска, старший лейтенант Лосев. Очень приятно. С чем вы к нам пришли? Мою дочь. Шантажируют, звонят. Угрожают убить, а... А, нет, 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 нет. Паспорт мне не нужен. Как вас называть? Да просто называйте. Григорий Семенович Пирожков. Ну вот и прекрасно. Вот и познакомились, Григорий Семенович Пирожков. Так что у вас случилось? Спокойно, не спеша, расскажите мне. Я спокойно и говорю. Вы поймите, мои дочери, Наденьке, регулярно звонят. Звонят. И угрожают. Угрожают ее убить. Ну у вас уже, наверное, есть какие-нибудь подозрения или предположения во всяком случае? Серьезных никаких. Григорий Семенович, давайте договоримся так. Вы должны быть со мной предельно искренни, иначе я ничем не смогу вам помочь. А я, в свою очередь, вам гарантирую, что мы ничто не истолкуем ни во вред вам, ни вашей дочери. Договорились? Моя дочь, она хорошая и умная девочка. Сколько ей лет? 19. И никаких подозрительных знакомств у нее нет? Нет. И как отец вы это гарантируете? Гарантирую. У нее нет. А вот у меня, вообще я не знаю, если с ней что-то произойдет из-за меня, я этого просто не переживу. Просто не переживу. А почему же из-за вас? Потому что, не слушайте меня, я уже начинаю глупости говорить, я действительно себя очень скверно чувствую. У меня сердце постоянно болит и... Да вот недавно в гостинице одной я был. Так прихватило, что я... Просто, если бы не дежурный, я не знаю, чем это случилось. Это было в московской гостинице? Да, в московской гостинице. Как называется гостиница? Минск. Минск. И вы были там, чтобы побеседовать с этим человеком, так? Так. А фамилия его? Николов Иван Капитонович, правильно? Да. А откуда вы? Его просто обокрали в этой гостинице. Не может быть. Вот представьте себе. Мало того, он уже вторую неделю не появляется дома. Кстати, вы не можете сказать, куда он исчез? Нет. Нет. Я его очень мало знаю. Мы с ним недавно познакомились, он приехал к нам в Трест выколачивать дефицитные строй и материалы. Ему отказали, и вот он предложил сделку. Сомнительную довольно-таки. Взятку просто. Предложил. Большую, солидную взятку. Но я отказался. И вот тогда он сказал, что он располагает кое-какими компрометирующими меня документами. Но я в это не поверил, потому что откуда им взяться таким документом? Он предложил встретиться в гостинице Минск, чтобы мне их показать, эти документы. Я пошел. Пошел. Потому что все может быть. И он действительно мне их показал. Нет. Уголовного там ничего нет. Это старая история. Старая история, у нас в Тресте был такой теляж. Как, как, как? Теляж. 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 Богдан Осипович, да. Смешная фамилия. Богдан Осипович. Удельный князь такой. Он в свое время заставил меня нарушить очень важный приказ главка. Вынудил. Я был его подчиненным. Он был моим начальником. Я вынужден был закрыть глаза, сделать вид, что я не вижу. Так вышло. Так вот, этот Николов возник с этими документами и сказал, что он их покажет моему руководству. Как вы понимаете, это позор, просто ужас. Но не это главное. Теперь я вам могу сказать откровенно. Именно Николов сказал мне, что я не очень люблю свою дочь. Что я рискую ее жизнью. А я не хочу иметь с этим мерзавцем, я не хочу иметь ничего общего с ним. Григорий Семенович, не волнуйтесь, поверьте, никто вашу дочь убивать не собирается. Это шантаж, грубый шантаж. И давайте говоримся так, как только они вам в следующий раз позвонят, сделайте вид, что вы испугались и согласны на все их предложения. Таким образом, мы с вашей помощью выйдем на них. А безопасность вашей дочери и вас самих я вам гарантирую. Договорились? Гарантируете? Гарантирую. Договорились. Вы знаете, когда считаешь себя маленьким, незаметным человеком, а начальство считает тебя бессловесным, исполнительным и недалеким, а, между прочим, этот человек имеет свою голову, свою душу, использует взгляд на вещи. И, между прочим, имеет совесть. Но всегда, знаете, очень трудно заставить себя. Все перечисленные в таблице граждане выехали в неизвестном направлении. Словом, исчезли. Одновременно? Почти. А теперь, Лосев, скажи, кто такой гражданин Пирожков, который так рвался встретиться со мной? Угрожают расправой с его дочерью. Николов его шантажирует. Вот он и... Ну, это ты мне докладывал. А почему он так рвался поговорить именно со мной? Ну, у него разговор с Шухминым не получился. Вот он и хотел с вами поговорить. Не получился, а, Шухмин? Ну, погорячился я. Сказал лишнее. Но он ведь тоже гусь хороший. Значит так, ты погорячился, он сказал лишнее и вообще гусь хороший. А ведь не важно, плохой он человек, дряной или хороший. Важно, что он пришел к тебе за защитой. Помощи хотел у тебя попросить. А нарвался на хамство, что знает на что. Я вообще, Шухмин, наблюдаю, есть у тебя это свойство. Так работать нельзя, Шухмин. Пока я здесь. А я не собираюсь никуда уходить. Не позорь ты нас, не позорь. И все. Учтите это. Ну так, Денисов, давай назови еще раз всех этих страствующих, путешествующих, граждан из четырех городов. Пожалуйста. Леонид Васильевич Палатов, из Ростова, начальник окса одного из заводов. Дальше. Галина Остаповна Кочерга, продавец комиссионного магазина в Одессе. Арест, Арест Антонович, Антонович Сокольский, директор одного из торгов в Ленинграде. В Ленинграде. Да. И, наконец, Олег Иванович Кличко, зубной врач городской поликлиники из Куйбышева. А вот насчет понежа, Федор Кузьмич, пока ничего сказать нельзя. Там абонент Николова не ответил. Пожалуйста, свяжитесь со всеми четырьмя городами, с нашими ребятами, пускай они там пошуруют. И побыстрее насчет этих уехавших. Похоже, что Николов протрубил сбор. КОНЕЦ Хороший ты мужик. Покойный, тихий, добрый. А ведь звери кругом. Хищники. Дай богу. Смех. А я изволюем зубы вставлять покрепче. Ну, не ирония судьбы. Ирония. А вот тебе душу могу открыть. А почему? А потому что ты человек. Человек небольшой буквы. О, выпьем за это. А это еще раз. Ммм. Ммм. И еще скажу тебе. Я? Ммм. Пойдем покурим. Ну, пойдем, чего расскажу. Пойдем, пойдем. Слушай, сейчас расскажу. У меня есть женщина. Ты знаешь, такая женщина. Мадемуазель Галя. Так вот, она, чтобы... Ай! Так вот, что, ребята, как думали. Садитесь. Получена шифровка из Пензы. Никола вернулся домой. Вот это да. Вернулся сегодня утром. Ну, вот подробности. Сам пришел в милицию, подал заявление об утере паспорта, но его, естественно, допросили. Хорошо так, вежливо, аккуратно, но чтоб не спугнуть. И насчет этого факта, и насчет гостиницы, конечно. И что же он ответил? Насчет паспорта ничего особенного, потерял и все. А может быть, украли в поезде, когда ехал домой. Так что же, значит, он поездом уехал? Говорит, что ехал поездом. Ну, слушайте дальше. Интересно? Насчет гостиницы он тут что-то крутит. Хотя вообще название гостиницы сообщил правильно, Минск. Ну, кражи, он утверждает, в его номере не было, вещи не пропали. Так он же отрицает очевидный факт. Действительно, зачем? В общем, его больше не допрашивали, взяли заявление об утере паспорта и ждут нашего решения. Да. В Пензу летит Лосев. 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 ...регистрация билетов и оформление багажа на рейс 0680 Пенцов-Кузышев. Повторяю. У третьей стойки начинается регистрация билетов и оформление багажа на рейс 0680 Пенцов-Кузышев. КОНЕЦ Ну, такие пироги с вашим Николом. Мы тут кое-что подсобрали о нем. Ну, начальник 17-го СМУ, звезд с неба не хватает. Правда, характеристики кисловаты. Ну, план тянет, живет скромно. С женой нелады. Часто в Москву ездит. А иной раз даже за свой счет берет несколько дней. А как он ведет себя последние два дня? Нормально. Из дома на работу, с работы домой. Даже вчера с женой в кино ходил. Странно. Мир у них сейчас. Слушаю. Давайте. Пришел гражданин Николаевич. А, заходите, заходите, Иван Капитонович. Можно? Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Капитонович, хотелось бы уточнить некоторые обстоятельства вашей поездки в Москву. Пожалуйста. Когда вы уехали из гостиницы? Три дня назад. Иван Капитонович, вы забыли. Я напомню. Вы уехали за две недели до этого дня. Ну, а, собственно говоря, какое это имеет значение? Ну, допустим, на две недели раньше. Ну, и что из этого? А где вы были все это время? А это никого не касается, где я был. Да, конечно. Пока на этот вопрос вы можете не отвечать. Но у вас была кража? Ни о какой краже я не знаю. Я уже говорил. Лично у меня ничего не пропало. Что вы говорите? Но вор, забравшийся к вам в номер, задержан. И представьте, сознался. Однако мы изъяли у него ваши вещи. Вот. Это не мои вещи. Ну, они взяты из вашего номера. И есть свидетели кражи. Дежурные по этажу, горничная. Вполне возможно, но я свидетелем быть не могу. Да, конечно. Вы же пострадавший. Вы, так сказать, жертва. Да никакая я не жертва. Я первый раз слышу об этой краже и не понимаю, что вы от меня хотите, в конце концов. Ну, хорошо, Иван Капитонович. Оставим пока эту кражу в покое. Перейдем к другим фактам. После вашего отъезда в номере мы нашли листок с какими-то расчетами. Не могли бы вы их нам объяснить? Извините, но я ничего подобного не писал. Вот как? А вы посмотрите на обратную сторону. Какие-то линии. Совершенно верно. Это оттиск записки, написанной на предыдущем листке. А вот ее увеличенная фотография, сделанная в косых лучах. Это вы писали, Иван Капитонович. Я? Вы? Вот тех записки. Прочтите. Это не я писал. Вы, Иван Капитонович. Вот заключение экспертов. Я этого не писал. И грош цена вашим экспертам в таком случае. Напрасно вы так, Иван Капитонович. Напрасно. Дело гораздо серьезнее, чем вы предполагаете. Вот послушайте. После кражи вы внезапно и поспешно скрываетесь, заявив дежурной, что надо срочно вернуться в Пензу. Это был обман. В Пензу вы не поехали. В Москве вы или себя тоже достаточно подозрительно. О чем, в частности, свидетельствует жилет соседнего номера. Некий Виктор. Вы его помните? Не знаю я такого. А Вариус, который вы познакомились на трикотажной фабрике? Тоже не знаю. А она вас очень хорошо запомнила. Красивая, между прочим, женщина. Вы ей даже собирались подарить такой роскошный браслет. Как же так, Иван Капитонович? Да не знаю я никакой Вари. На трикотажной фабрике я не был. Но все это не самое важное, Иван Капитонович. Самое важное вот это ваша записка, в которой прямая угроза расправы с кем-то. Ну не писал я этого, не писал. Но она написана вашим почерком. Вашим. Тем самым, которым вы заполняли регистрационный листок гостиницы. Ясно? Вот мой почерк. Ой, простите. Вот, пожалуйста, вот мой почерк. Так что же, выходит, в Москве вы писали другим почерком? Да нет. Нет. Ну хорошо. Можно с вами поговорить наедине? Нет. Это сотрудник уголовного розыска города Пензы. Он должен все знать. Так что наедине у нас разговор не получится. Хорошо. Ну так вот, если хотите знать, я в той гостинице не жил ни одного дня. И паспорт у меня украли сразу, как только я приехал в Москву на вокзале, в ресторане. А жил я все это время, ну, в общем, ну, знакомый. Ну, если хотите проверить, я адрес могу дать. Соседи подтвердят. Пожалуйста. Если хотите, новую экспертизу можно на мой почерк провести. Покажите меня в той гостинице. Ноги моей там не было. Вот это номер. Иван Капитонович, а паспорт? Как вы потеряли ваш паспорт? Ведь вы помните, где это произошло? Конечно, помню. Просто отлично помню. На вокзале, в ресторане. А как это случилось? Просто ума не приложу. Видите, Лея, в поезде я познакомился с одним человеком. Очень симпатичный. Я бы даже сказал, интеллигентный, солидный. Ну, перекинулись в картишки. Коньячок у него с собой оказался. Поговорили о работе. Он работой моей заинтересовался, спрашивал. Ну, в общем, все было весьма приятно. По приезде в Москву, ну, решили вместе пообедать на прощание. Тут же, на вокзале, в ресторане. Ну, сколько мы посидели? Часа два. А вот паспорт. Нет, ну, боже упаси, я ни на минуту не думаю, что это Михаил Саныч. Он так себя назвал? Да, именно так. Скажите, а почему вы думаете, что паспорт украли именно в ресторане? Может быть, вы его потеряли в поезде, например? Нет, мы когда подъезжали к Москве, проводница мне вернула билет. Я положил его в бумажник, паспорт был на месте. Я точно помню. Скажите, а ваш знакомый не интересовался, в какой гостинице вы собираетесь остановиться? Спрашивал. Я ему сказал, что я обычно останавливаюсь в гостинице «Минск». А в этот раз я решил, что буду жить на частной квартире. А вы с этим Михаил Санычем не условились обменяться адресами? Продолжить знакомство? А как же, обменялись, конечно. Он москвич? Нет, приезжий из Одессы. Одесский адрес мне и дал. У вас при себе его адрес? Одну минуточку. А, вот. Зурих Михаил Саныч. Думаю, что Зурих это тоже обман. Никакой он не Зурих. Кстати сказать, поразительный наглец. Украл у человека паспорт, жил по нему. Да еще приятель напросился. Это же надо. Неспроста это, неспроста. Он его, очевидно, держит для будущего. Все-таки начальник строительного управления. А стало быть, дефицит, доски, гвозди. Где и кого искать, вот вопрос. Думаю, сначала придется проверить одесский адрес, а затем будем искать Зуриха Михаила Саныча. Фамилию Зурих он тоже мог выдумать. Все равно надо проверить. Конечно, и прежде всего по нашему учету. Значит так, Лосев, пойдешь на трикотажную фабрику, ведь все-таки зачем-то туда этот Зурих Михаил Александрович приходил. Федор Кузьмич, убит Кличко, врач из Куйбышева. Подробности. Труп был обнаружен вблизи железнодорожного полотна, на глухом перегоне, примерно в ста километрах от Пунижа. Это проверено? Так точно. Кличко был убит ударом ножа в живот и выброшен из поезда. Так вот для чего они все собрались в Пуниже. Почему в Пуниже? Это же глупо. Маленький город, все приезжие на виду. У них свои представления о конспирации. Что сообщает Куйбышев об этом Кличко? Куйбышев сообщает. Кличко Олег Иванович, 37 лет, врач городской поликлиники, стоматолог, холост. Живет широко, то есть жил, подозревался в скупке золота. Так. Так. Очевидно, золотишко не поделили. Надо немедленно ехать в Пунише. Каленко, ты поедешь. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, как я могу пройти к начальнику охраны? А вот идите прямо, потом направо и по коридору третья дверь. Спасибо. Пожалуйста. Дальше, дальше, направо. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел посмотреть регистрационную книгу и корешки разовых пропусков за прошлый месяц. Пожалуйста. Вам можно. Вам положено. Ну, тут у нас полный порядок. Здесь номер по порядку. Здесь фио, значит, фамилии, имя, отчество. Тут дата посещения. Ну, а в этой графе, кто заказывал пропуск. Все как положено. Спасибо. Спасибо. А у вас не бывает так, что пропуск заказывает один человек, а посетитель идет к другому. Не положено. Нет, я ведь понимаю, что не положено. Но бывает так или нет. Вы мне того конкретно укажите на лицо. Что указать? Ну, что интересует-то? Человека укажите. Конкретно. Нет, это вы мне укажите, если такие случаи есть. Не могу знать. Хорошо. А кто это может знать? Ну, словом, кто заказывает? Конкретно. А вам такие случаи неизвестны? Мне-то? Да-да, вам. Именно вам. Ну, откуда же? Не могу знать. Вот, ежели... Ежели конкретно, тогда... Ну, хорошо. Вот, к примеру. Вот тут нескольким гражданам были заказаны пропуска по указанию директора. Вот, смотрите. Скорик, Сергачев, Зурих, Охлупин. А теперь внимательно слушайте вопрос. Они все шли именно к директору? Конкретно? Не могу знать. А чего знать? Ему Зоя Федоровна утром списочек даст, он и подмахнет. Дело-то какое. Ты молчи, Сазонова! Тебя не спрашивают! А что молчать-то? Ну, если вы сами человеку объяснить не можете. Здорово, Толик! Ты чего это такой взбелененный? Неприятности, что ли? А тебе-то что? Да нет, так. Может, помочь, чем могу. Вы поможете. Ну-ну-ну. Зачем же так? Нам вроде делить с тобой нечего. Знаем, знаем, знаем. Значит, здесь работаешь? Был, да сплыл. Уволился, что ли? А хоть бы и так. Ну, тебе-то что? Да ведь нет такого закона, чтобы меня здесь силком держать. Мало чего они хотят. Вот уеду в Одессу, и все. Вот так. Фу! Ишь, разошелся законник. Чего это он так разбушевался? Да чего? Увольняться надумал, а ему говорят, месяц от работы. А он в крик. Теогоднего дня ему, видите ли, надо, и все тут. Ждут его, не дождутся где-то. Сокровище такое. Ну, может, действительно ждут? Как же, ждут. Дружки вон его, за воротами, чтобы выпить. Эти точно ждут. Вон уже с утра хлебнул. Тут он завсегда первый, Толик наш. Господи. Матери-то его каково. А ведь он хуже стал, ей-богу. Да ведь и деньги у балбеса откуда-то завелись. А его Толика ниже столкнуть ничего не стоит. Шкловский. Товарищ Шкловский шел в правком. Шкловский шел в бухгалтерию, Калистратов к главному механику, а вот товарищ Зурих, он прилетал из Ленинграда, да, от товарища Сокольского. Их промтор хотел заключить с нами договор. И заключил? Минуточку, я сейчас проверю. Дмитрий Константинович, скажите, пожалуйста, мы заключили договор с ленинградским промторгом. А кто этим интересуется? Звонили из управления. А, это, наверное, в связи с приездом товарища из Ленинграда? Наверное. Я могу дать пояснение? Нет, 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 никаких ваших пояснений не требуется. Все, Дмитрий Константинович, договор еще не заключен. Скажите, а с кем вы разговаривали? Начальником отдела сбыта Севаконим. Алло. По нашим данным, Севаконим связан с Сокольским арестом Антоновича. Ну, погоди, погоди, не спеши. Давай, все по порядку. Значит, Сокольский. Мы его знаем и с товарищами из Ленинграда контактируем. Начальник сбыта московской фабрики Севаконь нам тоже знаком. Ну, понимаешь, каждый в отдельности. А здесь, оказывается, цепочка. Эдик, скажи, а эти кофточки вам знакомы? О, этот товар нам хорошо знаком. Именно эти кофточки, именно эта расцветка. Ну, вот, скажем, артикул 7270, цена 2660. Совершенно верно. Вот. Так. А вот Зурих, ты говоришь. Зурих. Эта фигура новая. А какую роль может играть Зурих во всей этой истории? Мозговой центр. Организатор. И с размахом. Сбыт товаров в других городах. Неужели на этом деле можно так уж крупно заработать? О, а ты думал. Ну, посмотри, вот элементарный расчет. Фабрика выпускает в течение года кофточки этого артикула в количестве, ну, скажем, 300 тысяч штук. Из них только 50 тысяч имеют по-настоящему дефицитную расцветку. Ну, у них просто не хватает красителя. Что делает такой жулик, как, скажем, начальник сбыта Сиваконь? Он отдает партию дефицитных кофточек трём-четырём своим, директорам магазинов. Тоже жуликам. Но с накидочкой. По рублю за кофточку. Это сколько получается? 50 тысяч. О, прости. Это уже 50 тысяч? Да-да. Албанян. А, Коленька. Через 15 минут. Ага, пока. Далее. Такой делец, как твой Зурих, организует сбыт этих кофточек в других городах, где их вообще не производят. И в магазинах их нет, но там он уже накидывает по 3, а то и по 5 рублей за штучку. Это же бешеные деньги. Здесь можно купить любые затраты на перевозки и услуги местных спекулянтов. Да, на этом деле действительно можно крупно заработать. Это, заметь, не просто экономическая диверсия. Это фактически нравственный удар по всей системе государственной торговли. За это надо карать беспощадно. Между прочим, со стройматериалами та же картина, только там дефициты еще побольше. Подожди. Стоп, вот что. Понимаешь, этот Зурих, по нашим данным, еще и по линии дефицитных стройматериалов действует. Он по этому поводу шандажировал некого Пирожкова. Тебе ничего не говорит эта фамилия? Пирожков, Пирожков. Да, да, да. Нет. А Теляж? Богдан Осипович Теляж. А, стоп. Этот, кажется, знаком, мелькал по какому-то делу. Дай бог памяти. А Зурих рядом с тебе не мелькал? А, слушай, я тебе это дело обязательно раскопаю, а? Может, ты мелькал? Договорились. Все связано в этом мире, дорогой. Все имеет свои закономерности, свою логику. Люди сцеплены между собой интересами, обстоятельствами. Жулики тоже. Приезжие собирались в доме некоего Горохова Петра. В прошлом два же судимого. Кличко тоже там был. То ты, оно. После этого Горохова скрылся. Жену-то добрашивали. Из нее поди, вытянешь что-нибудь. Говорят, к родным уехал, в Воронеж. Проверяли. А как же. Не появлялся он там. Связи его в Пуни же установили. Да так. Более-менее. Это плохо. Да ведь ничего за ним в последнее время особенного не замечали. Не замечали, не замечали. И вдруг заподозрили в убийстве. У вас хоть одна улика есть? Прямых нет. Но ведь теперь-то все сходится. Сходится. На песке пока это все сходится. Где Горохов? Где? Да. Где он проживает? В Вологодской все. Дом свой? Да тут почти у всех свое. А с кем он проживает? Жена, да он. Дом на нее. Ладно. Попробую сам с ней поговорить. Попробую сам с ней. Попробую сам с ней. Дело это, Федор Кузьмич, Албанян раскопал. По этому делу Теляж и Зурих проходили как свидетели. Вернее, Теляж проходил как свидетель, а Зурих только упоминался. Но материалы дела доказывают, что они знали друг друга. Значит, компрометирующие документы на Пирожкова Зурих мог получить у Теляжа? Ну, конечно, мог. А где сейчас этот Теляж? Неизвестно. Он давно выехал из Москвы и больше в поле зрения БХС не попадал. Можно объявить розыск? Пока не надо. Да, получено сообщение из Одессы. Одесский адрес, который Зурих дал Николову, это адрес Галины Кочерги. Получено сообщение, что за два дня до отъезда этой Галины в Пуниж к ней приезжал человек из Куйбышева. Кто такой? Судя по приметам Кличко. Какая-то загадка. Зачем ему было прилетать, если через два дня они должны были встретиться в Пуниже? Странно. В общем, ничего мы с тобой интересного об Одессе не знаем. Придется туда поехать. Возьмешь с собой Денисова. Федор Кузьмич, вот с Денисовым мне не хотелось бы ехать. По-твоему, он плохой работник? Нет, нет. Не в этом дело. Да. Не знаю, не знаю. Ну, а что если с тобой послать женщину? Женщину? Умную, красивую, обаятельную женщину. Нашу сотрудницу. Как? Да в Одессе же есть отличные ребята. Ну, хорошо. Утром мы с тобой все это окончательно обсудим. А пока иди. Готовься к отъезду. Есть. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Есть. Боюсь я их. Как придут, я из дома. Когда приезжие были, вы тоже ушли? Прогнал. Вы никого не запомнили? Да нет. Женщина с ними была. Красивая. А вы не могли бы мне ее описать? Нет, я описывать не умею. Ну, красивая, да и все. А скажите, ваш муж уехал вместе с гостями или чуть позже? Так я как вернулась, никого уж не было, ни их, ни его. А вы что теперь? Искать его будете, да? Непременно. Ой, мамочки. Ой, мамочки. А-а-а! Ой! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Граждане пассажиры, прибывшие из анатолий Украины, вас ожидают в выборе из аэропокзала. О, привет, брат и сестре. Добрый день. Виталий. Лена. Очень приятно. Пошли. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, проходите. В Москве снег, а Одесса встретила вас удивительно теплой погодой. Согласно указанию, номер прималюкс для брата и сестры. Да, не слишком ли шикарно для брата с сестрой? Все правильно. У нашей клиентуры в Одессе так уж заведено. Чем больше роскоши, тем меньше вопросов. Верно, Андрюш? А? Верно, верно. Ну ладно, располагайтесь и привыкайте к этой роскоши. Через час встречаемся в управлении. Гражданина по фамилии Зурих не оказалась. Значит, по-прежнему единственная ниточка, которая может привести нас к Зуриху, это Галина Кочерга. Точно. Хотя это и не просто. Давай побыстрее знакомься с Галиной. Мы проверили, она сегодня на работе. Ты сам познакомишься или тебе помочь? Да уж как-нибудь сам. Кстати, я сегодня в гостинице познакомилась с молодым человеком. Зовут его Гога. И он обещал мне сегодня вечером парус. Что это такое? Андрюша, объясни. Парус тоже пойдет. Есть это у нас одно кафе, злачное местечко. Гогу мы этого тоже знаем. Мелочи, пижон, но связи кое-какие есть. Ну, хорошо. Пусть на сегодня для вас обоих будет парус. Если ты, конечно, к этому времени успеешь познакомиться с Галиной. О, он познакомится. Ну, тогда слушай все о Галине. Данные такие. Ей 25 лет. Отец механик на китобойном судне. Мать портниха. У Галли обширные и весьма подозрительные связи. Кстати, часто бывает в кафе Парус. Много поклонников. Несудимо клички. Мадемуазель Галя. Королева Галя. Галя соль с перцем. Галя два поцелуя. Не трогайте руками. Галя два поцелуя. Галя два поцелуя. Мадемуазель показывает мне кое-что интересное и абсолютно антиквар. Что же вам показать? О, где угодно, мадемуазель. Так что или где? Женок, я не совсем понимаю вопрос. Мадемуазель. Маленький, маленький. Мадемуазель. Мадемуазель. А это два поцелуя. А это два поцелуя. Ну, я подумаю. О, долго. Вечность. Ну, хорошо, приходите в семь часов к оперному театру, знаете. Ну, конечно. Вы не обиделись на меня за иностранца? Но, ей-богу, я не знал иного способа, чтобы познакомиться с вами. А я все ждала, когда вам надоест эта игра. Нашли, где притворяться? В Одессе. Простите, вас как зовут? Алина. А меня Виталий. Значит, у оперного в семь? О, добрый вечер, мадемуазель. Здравствуйте, дорогой гость Одесса. Я уж думал, что вы не придете. Вы такая ослепительная, что перед вами меркнет даже оперный театр. Ну, что ж, идемте. Я покажу вам красавицу Одессу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы долго здесь проводите у нас? Я, честно говоря, уже совсем не хочу отсюда уезжать. Любились? А вы к этому не привыкли? Эй, мальчик! Куда топаешь с нашей девочкой? Или я что-то не понимаю? Может, не надо, ребята? Эй, ты! А ну, пошла отсюда быстро! Здесь мужской разговор. А ты, прокадил! По-моему, ты действительно что-то не понимаешь. Придется объяснить. Ты, фраер! Мы тебя сейчас здесь делать будем! Субтитры создавал DimaTorzok Ну и прогулка у нас с вами получилась. Покрасавец, садись! Ну, вы настоящий мужчина! С вами не страшно! Да? А с вами не страшно? Ой! У вас кровь! Ну и вид у меня! Вам не стыдно со мной идти? С вами мне теперь никуда не стыдно идти. Вы это заслужили? Да? А еще я что-нибудь заслужил? Ой-ой-ой! Или я не женщина, или я могу остаться равнодушной по-вашему. Вы знаете, мне очень хотелось пойти с вами в одно место, но, говорят, туда очень трудно попасть. Кафе Парус, знаете? Ну, идемте, все будет сделано. Или я не мадемуазель Галя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пеп canonical аудиensator Диам Турис Продолжение следует... А что вы можете починиться с Дюком? Ага, мама мой... Ой-ой-ой. Я очень спешил на свидание. Галя меня таким уже получила. И таким он мне очень понравился. Или я ничего не понимаю в мужчинах. Фух, я устала. Проводи Гаву, бабочка. Малочка, что бы я делал без твоих советов? Нам здесь не страшно оставаться? Нет. Пойдем, Леночка. Виталик домой поздно не приходит. Понял? Тебе здесь нравится? Ничего, хотя... Что? У тебя здесь так много знакомых. Ревнуешь? Не надо, милый, это не тот случай. Не болит? Не надо, милый. Это ерунда. Ну что, будем идти или что? Или что? Тогда выйдем через другую дверь. Зачем? Тебе что, нужны лишние встречи? Или ты думаешь, тебе будут платить за каждый синяк? Да. 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 Да, да. Нет, не сейчас, а потом. У меня большое горе, я потеряла любимого человека. Он тебя бросил? Нет, его убили. Или такое не может быть, думаешь? Между прочим, у меня могут. Это маяк, когда над морем сильный туман, там включает сирену для кораблей. А я почти не замечаю, привыкла. Ты меня не оставишь, на неделю хотя бы не оставишь. Музыка. 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 Доброе утро, сестренка. Привет, братишка. Ко мне сейчас должен зайти Гога. Побудь с нами, ладно? У вас так далеко зашли отношения, что ты его уже боишься? Я? Ну, насколько тебе известно, я умею не только танцевать. Так что пусть он только попробует. Он, он попробует. Будь спокойна, это тот еще мальчик. Тем хуже для него. И для нас, если ты его слишком сильно обидишь. Я не трону его даже пальцем. Но ты мне нужен вовсе не для того, чтобы меня спасать. Да? Да. Для чего? А для того, чтобы спасти себя, сядь и послушай. Дело в том, что когда мы с ним возвращались из бара, он сказал очень странную фразу. Он говорит, пусть твой братишка держится подальше от этой девочки, а то ему не сдобровать. Попытался у него узнать поконкретнее, ну что он имеет в виду. А он говорит, мол, не женское это дело и все в таком роде. Но лицо у него при этом было очень важное. После чего он полез целоваться. А ты у нас с Галей так и не поцеловал, да? Нет, я попробовал, пока не получается. Получится. Это он, иди в свою комнату. Заходите. Пристроите, пожалуйста, этот веник. Чтоб я так жил. Я думал, что я ошибся адресом. Это одна из лучших избушек города Одессы. Да. Как братишка? Оформляет больничный в поликлинике. Виталик, у нас гости. Выйди к нам. Иду. А для братишки у меня ничего нет. Я как-то не надеялся, что ты... Ну ты же к честренке пришел. Ну, собственно говоря, к тебе. Цветем, да? Да, да, да. Так вот, чтобы твой братишка больше не подскальзывался на улицах Одессы на ровном месте, я ему выдам некоторую информацию, исключительно ради тебя. Ну? Слушай, если Одесса встречает тебя аплодисментами, это еще ничего не значит. Скажи мне, где ты эту галю подцепил мальчик нежный, кудрявый влюбленный? Просто так для истории интересно знать, где? Была выставлена в комиссионном магазине. Это неоригинально. Ты вообще производишь впечатление такого фартового, но деформированного парня? Или, может быть, ты на солнце перегрелся еще прошлым летом? Ты не на ту лошадку ставишь. Это тебе говорю я. Гога. И пока не поздно, завязывай это дело, кончай. Я тебя умоляю. Это почему же? Почему? Понимаешь, Галя, у нас человек странный, со знанием дела. Мечная она. Понял? Не, ничего не понял. Ну-ка объясни. Не, вы слышите, он ничего не понимает. Тогда слушай меня сюда. Объясняю еще раз для непонятливых. И делаю это исключительно ради твоей сестренки. Мне будет больно, если она будет плакать по братику. Ну ладно, Гога, давай, выкладывай дальше. Так вот, чтоб ты знал. У Гали была одна исключительная связь с одним дядей. Дядя был при бабках. Я его видел. Но это... Так, чтоб ты понимал, так Галя бросила свою Гришу ударником, мужа. Правда, Гриша и сейчас стучит, хотя уже без нее. Ну так эта курочка безмозглая... Она решила красиво мстить, потому что ей сделали вывих. Ну, знаешь, Гога, это уже не мужской разговор. Ну, ты увянь, увянь. Это я еще не закончил. Сразу после этого к ней приезжал один неполноценный из периферии. Это ее новый штимпт. Так говорят, этот персонаж неожиданно сыграл на два метра под землю. Я думаю, что и галочки сейчас будут делать какую-нибудь не очень хорошую жизнь. А все почему? Потому что не за то хватаетесь, графиня. А за что она схватилась? Это уже не для протокола. Золото. Москва, наконец, передала сообщение с Пунижа. Там ваш сотрудник, капитан Откаленко, сильно оплошал. Нам такие номера даром не проходят. Он жив? Жив, в больнице. Далее следует два указания непосредственно для нас. Первое. Учесть возможность появления Горохова в Одессе. Очевидно, он ищет встречу с Зурихом. И второе. Москва передает из Пензы от Рогозина. Николов получил письмо от Зуриха. В нем Зурих просит не писать ему больше по одессому адресу, который он ему дал. Мол, такого адреса больше не существует. Так, значит, Зурих окончательно провал с Галиной. Если только мысленно ее уже не похоронил. Очевидно. А она, как сообщил Гога, решила его на золотишке нагреть, не на чем-нибудь. Андрюш, ты нам что-то хотел рассказать о Петре Горохове? Да. Я думаю, что Горохов обязательно появится в том самом месте. Ну, а куда ему еще деваться? Что за место? Покажем. Сам увидишь. Ладно. Как у тебя с Галиной? Встреча прошла вроде нормально, хотя я не уверен, что она мне поверила. Пришлось, правда, кое-кого обедить, и серьезно. Думаю, что даже попала в сводку. Это уж не те ли джентльмены с Приморского бульвара. Возможно. Я еще плохо знаю географию. А вообще, я думаю, что эта драка произошла не случайно. Мадемуазель Галя решила проверить меня на свой манер. Вот только зачем ей это понадобилось, неясно. Да. Мадемуазель Галя человек настроений. Это верно. Но она явно кого-то боится. Скорее всего, тех людей, что убили Кличко. И здесь, безусловно, замешан Зорих. А вообще, пока все очень и очень неясно. Будем ждать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, ладно, старина, ну, перестань, ну, не сердись, перестань же тебе, все, все, ты же умница, ты же умница. Ну, все, не сердись, перестань, ты же умница, вот так. Привет. Я забыла предупредить тебя о шалуне. Ничего себе шалун, это же бандит какой-то. Ай, брось, он своих не кусает, он только лает, и я сразу знаю, что ко мне пришел гость. Сейчас будем ужинать, я никого больше не жду. Батюшки мои. Мама сегодня ночует у знакомых, так что мы будем одни, ты не возражаешь? Наоборот, я счастлив. Налить? Вот здесь и живет мадемуазель Галя. Усек? Ой, брось. Всех будешь жалеть, на себя не хватит. А сама себя не пожалеешь, никто тебя не пожалеет. Твоя рубашка у всех ближе к телу. Иди. У всех ближе к телу. Нет, ты у меня таки да, глупенький. Никому не верь. Никому. Я уже давно разуверилась. Есть люди плохие и очень плохие. Ну, еще никакие, или, как я их называю, слюнявые. А тот, которого ты любила, он каким был? В том-то и дело, что никаким он был слабым и меня не послушал. А надо быть сильным и смелым. И любить надо так, чтобы за любимую воду с головой. Ты умеешь так любить? Ну, я думаю, что да. Кошмар какой. Женщине от мужчины больше ничего не надо, чтобы ты знал, милый. Ты можешь сделать для меня одно колоссальное дело? Ну, о чем ты спрашиваешь? Все, что ты захочешь. Я говорю за того человека. Он хочет меня тоже убить. За что? А я ему отказала во взаимности. Он до меня добивался. И убил он тоже из-за ревности, я знаю. Я ему покажу взаимность. Покажешь? Покажи обязательно. Ты такой сильный и смелый мальчик. Будь спокойна, где этот тип? Завтра. Хотя нет, завтра я не могу, послезавтра. Мы пойдем с тобой в одно местечко, и я тебе его покажу. А это что же такое за местечко? Ага, есть у нас одно такое местечко. Галина явно выводит меня не на Зуриха. Тот в драки не лезет. Это кто-то другой. Завтра она обещала повезти меня в это ваше знаменитое место и показать там того человека. Расчет здесь очень простой. Она ведь действительно боится того человека и хочет от него избавиться. Будет драка. Ну, то, что я умею хорошо драться, Галина уже проверила. Она позаботится, чтобы мы оба попали в милицию. Мне по ее понятиям ничего особенного не грозит. А вот за тем человеком тянется хвост. И он сядет надолго. Неплохо придумано, да? Да, неплохо. Если это все так, как ты говоришь. Я думаю, что так. Я хорошо знаю Галину, это похоже на нее. Ну, тогда вряд ли через Галину мы выйдем на Зуриха. А вот тележ. Если повезет, может к нему привезти. Москва еще не ответила? Ответила, и вот что. Во-первых, ваше начальство дало добро на отработку этой версии. Во-вторых, от Албаняна получена надежная легенда по связям этого тележа. К нему можно обратиться от имени Григория Марковича Бубенцова. И еще. В свое время, сообщает Албанян, Бубенцов осуществлял связь с компаньонами только через свою секретаршу. Он был убежден, что женщина тут надежнее мужчин. Теляж должен об этом помнить. Вот, пожалуй, все. Значит, с тележом буду разговаривать я. Ну что ж, на то мы порешили. Андрюша, звони тележу. Алло, добрый день, Богдан Осипович. Да. Добрый, добрый. Вы меня не знаете. Я из Москвы. Я привезла вам привет от Григория Марковича. Григория Марковича? Григорий Маркович Бубенцов. Алло. Да-да, я слушаю. Я не знаю никакого Григория Марковича Бубенцова. Кто это? Алло. Вы меня слышите, алло? Я с удовольствием. Я не знаю никакого Григория Марковича. Жаль. А Григорий Маркович просил вам кое-что передать. Но если вы все-таки вспомните, я буду еще несколько дней в Одессе, позвоните мне, пожалуйста. Запишите мой номер телефона. 22-13-80. Алло, вы меня слышите? Ну, зачем же мне телефон, если я не знаю никакого Григория Марковича? До свидания. До свидания. До свидания. Не клюнул? А ты хотела, чтобы сразу же клюнул. Это не та публика. Но телефончик все-таки записал. Ручаюсь. Наведет кое-какие справки, обязательно позвонит. Обязательно. Ну что ж, будем ждать. Это подсобное помещение, а там зал. Вот отсюда можно выйти и на площадь, и на улицу. Ну, а вообще, как ты заметил, это довольно безликий пивной бар. Ну, а главное, то, что здесь довольно неплохие музыканты, заходят и королевы, да еще какие. Ну, и всякие нужные, интересные встречи. Словом, рекламка для определенной публики хорошая. Осторожно, голову. Иногда попадается и опасный элемент. Завтра, когда ты придешь сюда с Галиной, учти, они здесь порой серьезные, счеты свалят. Кстати, еще один выход. Играет музыка. КОНЕЦ 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 Ребят сказали, местечко проверено. И пивко соответственно, рыбка. Сюда нельзя. Знакомый тип, Мельдон из Москвы. За третьим столиком справа. Я его гада сразу признал, хоть он и перерисовался. Хорошо бы с ним посчитаться, а? Ну, ладно, пошли. Потом расскажу. Слышь, пошли. Слышь. 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 Ну, как тебе? Море удовольствия. Ничего, ничего. Скоро мы выведем всю эту поганую шушеру, чтобы людям легче дышать было. Думаю, что еще не так скоро это случится. Ну, учти, Одесса очень терпелива, но когда она рассердится, и не таких бандитов она душила. Это я тебе говорю. КОНЕЦ 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 Алло? Алло. Да. Добрый день. Вспомнили, значит. Очень хорошо. Хорошо, когда? Договорились. До свидания. Виталик. Мне только что звонил Теляж. Он назначил мне встречу. Богдан Осипович, вы меня заставили долго ждать. Если бы я знал, что меня ожидает такая интересная женщина, я бы сразу согласился. Да. Однако надо отдать вам должное. Вы были осторожны. Работа у нас такая. Хочется расплачиваться рублями. Нездоровью. Кто же хочет иначе? Тут еще сон дурацкий сегодня. Ой, жуткий. Что такое? Отсчет него знает снится, что я сижу в кинотеатре. В каком-то смотрю, какую-то кинокомедию веселую, смешную. Потом кончился сеанс, смотрю, поворачиваюсь, никого вокруг, один, темно, бросился к дверям, двери заперты одни, вторые, третьи, выхода нет. Чего? Почему? Почему? Непонятно. Кошмары замучили. Да, это есть. Дело у нас такое. Что поделаешь? Бизнес требует риска. Любая работа требует риска. Любое дело требует риска. Особенно наше. Ну, капиталистов это в крайнем случае разорение, а у нас, извините, тюрьма. Как говорят, здесь, в Одессе, это две большие разницы. У них-то это все по закону, а у нас против. Да, у нас против, но что поделать. Жить-то надо. У каждого свой интерес и свое дело. Я думаю, что умный человек у нас всегда найдет возможность прилично заработать. Ну, конечно, главное, что нужно знать, где, кому, когда и сколько дать. Поговорим о деле, Богдан Осипович. Слушаю. Железо. Сколько? А сколько сумеете скушать? А сколько дадите, столько и скушаем. Это уже разговор. Нужна еще одна встреча для серьезных переговоров. Втроем. Кто третий? Сам, естественно. Не придет. Ну что ж, тогда никаких переговоров не может быть. Григорий Маркович будет решать вопрос только с Михалом Александровичем. Надеюсь, он в Одессе? Да, разумеется. Разумеется. Хорошо. Я переговорю и позвоню. Значит, Зурих в Одессе, как мы и предполагали. Да. Ну, а Лена просто молодец. Провела встречу с телешом на самом высоком уровне. Я наблюдал. Ну вот что. Окончательное решение будем принимать завтра. Зурих в Одессе. Уходи, он вот-вот придет. Успею. Шалун предупредит. Так мы договорились. Да. И ты не будешь плакать по тому дураку, надеюсь? Он хотел нас обмануть, сволочь. И тебя тоже. Не думай, если бы с ним не случилась беда. Ай, брось, я знаю, что за беда, но плакать я не собираюсь. Хорошо. Значит, золото ты отдашь. Это ты правильно решила. Тогда ты будешь жить, Галя. Весело жить, спокойно. Я заберу не все, не бойся, где оно? Не сейчас, он же вот-вот придет. Шалун предупредит. Завтра. Ну, завтра. Завтра. Ну, ну, ну. Он же сейчас придет. Мне тоже некогда. Этому мальчику уже недолго прыгает, если все правда. На него очень сердиты. Сюда он должен прийти и отсюда уйти целым. Учти. А дальше делайте с ним, что хотите. Тебя не подведут, не бойся. Неси, ну. Ну. Часть минуты, дверь закрою. Пошли. 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 Ты не оставишь меня? Ну, конечно, нет. Тебе хорошо со мной? Хорошо. Продолжение следует... Эй, Галя, пойди сюда. Что-то скажу. Это ты, Сеня? Сеня, Галя, пойди сюда. Я не могу. КОНЕЦ 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 Кто был третий? Петр Горохов, из Пунижа. Я так и думал. Ты попал ему в правое плечо. Он в порядке, сейчас поедем допрашивать. Стась, Галина имеет прямой контакт с Зурихом. Вы хорошо за ней смотрите? Или не смотрим. И за ней смотрим, и за домом смотрим. Будь спокоен. Гораздо хуже с этим Толиком. Ему, к сожалению, удалось скрыться. Но я думаю, что мы его достанем. Да, не везет мне с этим Толиком. А обыск у Галины сделали? Золото у нее, Зурик еще не успел его забрать. Подождем еще два дня. Почему два дня? Потому что мне сегодня позвонил Теляж и назначил встречу с Зурихом через два дня у себя на квартире. Теперь ты понял? Если за эти два дня Зурих не появится у Галины, значит, будем брать его у Теляжа. И туда пойдет Лена? Нет. Мы уже думали об этом. Если к этому времени ты сможешь... Я смогу. Значит, сделаем так. Накануне Лена позвонит Теляжу. Еще лучше встретиться с ним и скажет, что ей срочно нужно уезжать. А на эту встречу пойдет совсем другой человек. Понимаешь? То есть ты. А она даст тебе самые лучшие рекомендации. Ну, мы это еще все продумаем. Я считаю, что такой вариант не должен у них вызвать подозрений. Да, я тоже думаю. Вполне логично. Знаю бы только, не видел ли тебя кто-нибудь из них с Галиной? Ну, бывай, бывай. Вань! Ты тут оставайся на хозяйстве, а я денька на три в Казань смотаюсь. Проветриться надо. Там вас и ждут, Дмитрий Константинович. Кто? Боюсь. Ну да. Что ж ты раньше-то не сказал? Так ведь люди были. Гражданин Сивахонь? Дмитрий Константинович. Извините, пожалуйста. Гражданин Палатов. Да, в чем дело? Уголовный розыск. Пройдемте. Женька, у меня нюх, как хулигары. Никто еще не шелохнется, а я уже верхним чутьем чую. Паленым несет. Пора, Женька. Да, пора. Дорогу. Пора. Путь, дорогу. Дорогу дай, дай. Ну а я как же? Заянька, ты самая дорогая ценность. Потому что четвертая. Ну при чем здесь это? Я тебя так долго выбирал. Когда приеду, напишу, знаешь куда. Гражданин Сокольский. Уголовный розыск. Понял. Не получилось. Заянька. Заянька. Сокольский. За эти два дня Зурих так и не появился у Галины. А сегодня у Телиша? Тоже нет. Чтоб он провалился. Странно. Значит, действуем, как договорились. Никаких особых сигналов. Только внимательно следите за окнами. Если что-нибудь произойдет, сразу сообразите. Будь спокоен. Вот здесь останови. Дом 17, квартира 5. Прошу, проходите. Курики. Прошу. Пожалуйста. Ваши трофеи. Мои в молодости когда-то. Да. Ну, а где же Михаил Саныч? Будет. Михаил Саныч будет. Привет. Для начала, позвольте задать вам несколько вопросов. Откуда вы знаете Григорий Маркович? Если не секрет, конечно. Вопросы будете задавать только вы? Пока я. Вы искали связи с нами. Пришли к нам. Логично. Пожалуй. Конечно. Итак, повторяю вопрос. Откуда вы знаете Григория Марковича? Григорий Маркович старый друг моего отца. Сейчас я работаю в его сфере. Достаточно? Достаточно. Вполне. Ваша фамилия? Симаков. Симаков. Совершенно верно. Симаков Олег Иванович. Здравствуйте. Так это вы Олег Иванович? Простите. С кем имею честь? Михаил Александрович. К вашим услугам. Благодарю. Как чувствует себя Григорий Маркович? Вы его знаете? Способный коммерсант. Наслышан. Далеко пойдет. Уже? Далеко пошел? Рад буду личной встречи. Завтра еду в Москву. Кстати, будет возможность проверить и ваши способности, Олег Иванович. Вы это сможете сделать еще сегодня. Прекрасно. Прекрасно. Ну так, какие ваши полномочия? Григорий Маркович тоже наслышан о вас. Если будет обеспечено ваше участие, то товара будет в два раза больше. Речь идет о... Чешский кафель, югославский паркет, железо. Сколько тогда? От сорока тонн. И больше? И больше. Это нас устроит. Выпьем, товарищи, за доверием. За предприимчивость. И еще... За умных людей. Кстати, их не так много. Очень умных людей. Интересно, что вы имеете в виду. Что я имею в виду? Да. Ну... Жизнь сложная штука. И далеко не каждому дано в ней разобраться. Вы, уважаемый Олег Иванович, не можете этого постичь в силу вашего возраста. Вы, уважаемый Богдан Осипович, я бы сказал, в силу некоторой территориальной удаленности от мозговых центров. Да. Ну так о деле. Так что у вас? Получено добро на семь тонн. Ну, это только для начала. А потом... В чем дело? Это он. Ах, вот оно что. Значит, вы тот самый молодой человек, который ухаживал за Галиной. Я не ошибаюсь. Возможно. Соблазнительная женщина. Три дня назад вы были с ней где-то. У вас на лице какие-то следы. Вы, молодой человек, попали в скверную историю. И вы мне очень мешаете. Моя дама, попали в скверную историю. Славян. Славян. Ну что, Александр Пронеславович Король. Да что тут можно думать? Он покой ищет. А без основной сидеть от покой? И считанная же игра. Но дверь здесь головой, это не стихи. Ага, нет. Может быть, Александр Пронеславович? Да что может быть? Ничего не может быть. Кроме его. Но это чёрт, знаешь, что такое? В Пушкин или? Кроме его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...